Приветики всем косметоманчикам! И сегодня я расскажу, чем же мне не понравилось мыло ДАВ. Я очень давно его хотела, очень долго не могла себе его позволить. И я хотела именно вот такое, с огурцом. Мне раньше очень нравился такой запах, но на момент, когда я его купила, и на момент, когда я его успела пожалеть и наконец-то использовать, случилось так, что мне разонравился этот запах. То есть оно, чем мне не понравилось? То, что оно кремовое. Это его не плюс. Оно и не увлажняет в достаточной степени из-за того, что кремовое, и не промывает в достаточной степени, потому что в нем как бы недостаточно самой основы мыльной. То есть вы, получается, по телу растираете не то ли крем, не то ли мыло, и оно, вам все равно придется использовать увлажняющий крем. Нельзя надеяться на то, что он действительно так хорошо увлажнит вам, что вам не придется использовать крем. И при этом оно не очистит как обычное мыло вашу кожу, если вы, например, моетесь летом, и хотите получше смыть себя под жир, грязь. То есть оно и не для того, и не для того. Я использовала очень давно, но храню упаковочку, потому что за упаковочку я-то, конечно, заплатила больше всего. За сам бренд и сама упаковочка это как бы то, что я думала, что я что-то буду хранить. Я долгое время хранила в них перчатки, но теперь я достала перчатки, и она у меня полностью пустая. Масса мыла 135 грамм. Это больше, чем в обычном мыле, но оно стоит столько, сколько я на тот момент могла купить просто целую упаковку. Набор мыл. Недорогих, да, но целый набор. То есть каждое 5 штук по 75 грамм. Такой набор. Значит, оно недостаточно качественное, и то, что оно пахнет приятно и так пространено по всему миру, это не дает ему какой-то гарантии, что оно вам понравится, и будет вам служить верой и правдой. У Дафа вообще существует множество отдушек, но сама суть Дафа, она мне непонятна. То есть она как будто бы и не для того, и не для того. Возможно, если у вас очень атопичная кожа, и вы не можете и никак не воспользоваться мылом, но и самим обычным мылом не можете воспользоваться, но это мыло с очень яркой отдушкой, то есть для какой-то аллергичной кожи тоже как бы оно может тоже не подойти. В самом мыле заявляется 1,4 увлажняющего крема. Это очень много, но в любом мыле кремовом используется, по-любому используется крем, потому что просто мыло, просто одна мыльная основа, но это будет буквально чуть ли не хозяйственное мыло. То есть то, что здесь используется крем, просто его очень много, но в любом обычном другом мыле, кремовом, не глицериновом, тоже используется крем. Сделано оно качественно, классно, очень хорошо пенится, долго не размокает, как бывает с дешевыми мылами, но оно точно так же может треснуть, и под самый конец тоже может случиться такое, что может слегка все-таки размокнуть, под самый конец, когда уже обмылочит. Естественно, вы им не наслаждаетесь, потому что очень сильно экономите, типа купили дорого, боитесь лишний раз к нему прикоснуться, или боитесь вообще вот купили и боитесь открыть. Не знаю, насколько нужно быть богатым, чтобы позволять себе такое мыло, если оно вам нравится, на постоянной основе, потому что это прям очень дорого. А сейчас подорожание цен, это прям неподъемно дорого, то есть хорошо, что оно мне не понравилось, можно сказать. В общем, мыло дав, я бы поставила дизлайк, потому что по всем вышеперечисленным причинам. Всем, в котором понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok